Поехали! Здравствуйте! Меня зовут Сергей. Я являюсь начальником артиллерии полка Национальной Гвардии. У меня в руках находится замечательный прибор, который называется лазерный дальномер или квантовый дальномер. Это необходимый прибор в любой артиллерийской группе или в группе артиллерийской разведки. Для чего они предназначены? Для быстрого выявления и определения координат целей врага. То бишь, чем быстрее и точнее определимы дальность и дирекционный угол до противника, тем лучше и точнее сработает наша артиллерия. Прибор этот очень компактный. В настоящее время мы столкнулись с проблемой такой, что приборов лазерных квантовых дальномеров нет на складах. Их практически не осталось. Во времена моей службы в молодости, когда я был начальником разведки дивизиона и командиром батарей различных, от минометной до самоходной гаубичной, подобные приборы под названием лазерный прибор разведки или квантовый дальномер 1D13 были практически в каждом дивизионе. Это не было проблемой. На сегодняшний момент их не осталось. Те приборы, которые остались в войсках, квантовые дальномеры гораздо большего размера под названием DAC-1, DAC-2, к сожалению, они все без аккумуляторов. Фактически это ненужные большие куски металла по 18-20 килограмм. Мы их не можем использовать. Конечно же, существует масса других способов обнаружения и засечки целей. Есть сопряженное наблюдение. Но для того, чтобы научить солдат правильно работать на углоизмерительных приборах, типа БУСОЛЬ, ПАП-2М, ПАП-2А, необходимо время, которого мы лишены. Раньше в нашей Красной Армии, в Советской Армии, подготовка сержантов-специалистов происходила на приблизительно полгода. Плюс, когда они приходили, их еще доучивали до конца их службы, доучивали в войсках. И по прошествии двух лет службы, в конце концов, мы получали высококлассных специалистов, которые могли работать на любых приборах. Сейчас, к сожалению, мы лишены этого времени, мы лишены этой возможности. Приходится учить разведчиков в течение двух-трех недель. К счастью, у нас еще есть специалисты, которые могут передать свой богатейший опыт. Эти разведчики работают, они работают на всех фронтах, они работали в Песках, они работают сейчас на Широкино, они работают в Луганской области. И они могут засекать цели, поражать врага, корректировать разрывы нашей артиллерии. Но если бы в каждой батарее, или у каждого разведчика, или в каждой группе разведки артиллерии был вот такой вот прибор, работать было бы гораздо проще, гораздо безопаснее. И эффективность огня нашей артиллерии была бы еще выше.